Инклюзивный проект «Театр для всех» Национальный драмтеатр разработал совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих и Республиканской специальной библиотекой для слепых. Для детей с ограниченными возможностями здоровья их родителей в рамках этого проекта показали спектакль «Суперзаяц» с сурдопереводом. Именно этот спектакль, традиционный для репертуара театра, выбрали не случайно. В нем мало действующих лиц, он прост и понятен, что значительно облегчит восприятие постановки даже самым маленьким. Цель акции, чтобы эти дети не были отстранены, это по большому счету объединить детей, более толерантными сделать детей, так как дети бывают очень часто в это время очень жестокие. И они не понимают, что они не такие, как есть другие. Они здоровые, они бегают, прыгают и не понимают, почему эти дети. Они не слышат, некоторые не видят. И то есть они становятся автоматически какими-то изгоями. Избежание этой проблемы как раз-таки главная миссия проекта «Театр для всех». На спектакле присутствуют и ребята, не имеющие проблем со здоровьем. Обычных детей подобные инклюзивной практике научат толерантности и пониманию. Особенно и малыши почувствуют себя полноценными членами общества. Перед сурдопереводчиками стояла важная и сложная миссия. Перевод спектакля работы непростая, за спиной осталось множество репетиций. Как выяснилось, также немаловажно для переводчика обладать актерским мастерством. Это инклюзия, здоровые люди и люди-инвалиды. Это совместно провести вот эту акцию, чтобы было общение между здоровыми и людьми-инвалидами. Мне кажется, это очень полезно и очень нужно. Почему это нужно? Потому что, во-первых, это театр. Это привлечение глухих людей в театр. Это вообще первый раз у нас в Мордовии, чтобы у нас был спектакль переведен переводчиками, сурдопереводчиками. Это, мне кажется, вообще уникально. Это в первый раз. Мне кажется, это вот нужно продвигать, это нужно делать. Кроме того, в фойе театра прошла выставка Мордовской специальной библиотеки для слепых книга «Видимая, слышимая, осязаемая». Каждый смог понять, как ощущают мир дети с нарушениями зрения. Ирина Семенова, Евгений Фролкин. Народные новости.